Это комната приема передач, куда родители, близкие или знакомые осужденных могут принести гостинцы. Они заполняют заявление, подробно описывают состав переданного по пунктам и указывают вес вещей и продуктов. Максимальный вес передачи 20 килограммов. Оксана Борисовна несколько сумок сегодня привезла сыну. Он на Казани отбывает с 2019 года в ИК-7 в Пакино, а сейчас здесь находится в госпитале на лечении. Посылку сюда Оксана Волошина привозит впервые, однако продукты передавать старается каждый месяц. Сын, в кадре можно броситься. Как бы ни было плохо, сыночки, сыночки. Безусловно. А, печенье у тебя один. Все продукты по отдельности принимают через несколько окон сотрудники учреждения. Здесь происходит контрольное взвешивание, проверка документов, сверка по пунктам всего списка, а также тщательный досмотр передачи. Запись началась. 27.04.22. Время 10 часов 5 минут. Досмотр передачи насужденного. На точке досмотра сотрудник учреждения отдельно проверяет всю еду и бытовую химию. Например, сыпучее, типа сухого картофельного пюре или стирального порошка. Не торопясь, пересыпают в другие пакеты. Так же происходит с печеньем, сухарями, вафлями и другими сладостями. Сигареты и спички принимают без упаковок и тоже досконально просматривают. Консервные банки вскрывают, проверяют содержимое с помощью ножа, а затем пересыпают в пакеты. Шампуни или зубные пасты вскрывают на наличие посторонних запахов. Особый подход здесь к мылу. Его и вовсе прокалывают несколько раз. А для чего тут прокалываются? Ну, их также могут спрятаться запрещенные предметы. Запрещенными для передачи в колонию считаются все виды алкогольных напитков. Духи, одеколоны, в общем, все, где содержится спирт. Любая электроника, зажигалки. Не пропустят сюда и колющие режущие предметы, ножи, бритвы, рабочие инструменты. Запрещены и игральные карты, как разновидность азартных игр. А также деньги и любые другие ценности. В основном пытаются, конечно, передать вот, что я сказал. И наркотические средства, и сотовые телефоны, комплектующие к ним. Алкогольные напитки. Я был очевидцем, когда и консервные банки, закатанные, заводским способом открывали, а там спиртные напитки, а там сотовые телефоны и так далее. Сейчас, конечно, с этим мы победили в какой-то степени. Сотрудники ИК-3 рассказывают, последняя такая попытка нелегальной передачи была в 2019 году. На территорию колонии пытались передать сим-карты. Проверка посылки обычно занимает чуть больше часа. Когда процедура завершена и запрещенных вещей не обнаружено, по телефону вызывают осужденного, которому предназначаются продукты. Михаил Волошин сегодня получил посылку от мамы. Сидишь в таких местах, решение свободы, как бы оно ни было, старушки ездят, сестры, младшие есть, которых я должен воспитывать, а воспитывают они меня, помогают мне. Радости особо нет. Ну, конечно, рад, когда матушка приезжает, когда есть помощь какая-то, не бросают. Количество передач сокращалось в период коронавирусной инфекции. Тогда, чтобы попасть на территорию учреждения, необходимо было предоставить справку об отсутствии инфекции. Сейчас поток родственников, друзей и знакомых в ИК-3 снова возрос. Всего в месяц в среднем передают порядка 70 посылок. Это больше одной тонны и двухсот килограмм. За год получается около 14,5 тонн. Лада Кочетова, Алексей Ковалев, Телеканал «Вариант». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова